Друзья мои, это я в магазине Союз. Сейчас есть сеть магазинов Союз. Раньше была сеть магазинов Дисмо. И мне кажется, они просто переименовали. Дисмо и раньше у нас была, ну считалось, сеть магазинов, так называлось Дисмо. К ней относились кошельки, магазин, где вот я начинала работать. Сейчас этого ничего нет. Мне кажется, и Дисмо переименовали в Союзы. И немножко перестроили магазины, видите, как будто оптовый магазин. Или оптовый, как правильно, не знаю, магазинчик. Поэтому мы Дисмо очень любили. И сейчас тут, конечно, немножко все по-другому. Раньше и стеллажи стояли. Сейчас я покажу некоторые цены. Не полностью, потому что, смотрю, люди уже тут немножко посматривают на меня, не так. Но все равно, сейчас я вам покажу. Вот печенье. Разное-разное печенье. Вот покажу вам ценники. Здесь идет в коробках выкладка печенья, сушка, галеты. А выше уже идут ценники. Я вам ценники покажу. Ну, здесь бюджетные цены. Здесь люди приходят, закупают очень большими объемами, с тележками. Здесь можно закупиться, и продукция здесь. Некоторые путают, у нас Союз путается с светофором. Нет. Здесь хорошая продукция продается. И такие бюджетные цены. Я считаю, что тут можно купить иногда и к чаю что-то. Здесь бывают мои любимые вафли Артек. Я их очень люблю. Выкладка, конечно. Ну, такая выкладка, знаете, как в оптовых магазинах. Не на полочках. Полочки попозже покажу вам. Вот, главное, вот обратите внимание, ценнички какие, да? Ну, а там уже в видео увидите, где галеты. Неудобно снимать, конечно, когда они на полках. Отдельно приходится снимать. Здесь пирожные. Бисквитные пирожные. Вот, видите, показываю. С клубничным вкусом. 89 рублей 240 грамм. Нормально. Вот так на работу забежал чаю попить, да? Вот мужики часто здесь покупают. Я вам потом покажу печенье в пачках. Оно настолько вкусное. Вот, вы знаете, оно даже напоминает вкус раньше, как в СССР у нас было. Я частенько здесь беру. Вот мармелад, зефир. Вот он весь. Да, конечно, неудобно так. Вот зефир в шоколаде, например, да? Вот ищем его. Зефир глазированный. Это значит 124 рубля. Вот 124 рубля 430 грамм. Есть просто такой шоколад, он как будто мылом отдает. А тут нормально. Конфеты разные. Вот красный мак. Очень люблю эти конфеты. Красный мак. Посмотрите, 499 рублей за килограмм. Маска 300... Ну, 500 рублей, считаю, что 500 рублей. Вон, видите, даже конфетки вложены, чтобы люди не путались. Вот, видите, как удобно сделано. Я думаю, что цены нормальные. Конфеточек, вон, бабаевские, 419. Для этих конфет это хорошая цена. Вот видите, специально вам показываю. У них конфетки даже вложены. А вот эти вот конфеты вкусные. Мы тоже покупали с Колей. Здесь конфеты ярче бывают. Они такие вкусные конфеты с арахисом. И всегда дешевые. Чаи. Кстати, мне надо Коле взять чай на дачу. Чаи разные. Вот я вам сейчас на чаи покажу цены. Ну, это для тех, кто любит обзорчики, смотреть. Вот, теперь саму продукцию я вам покажу. Ты там будешь заезжать? Не магнита. Мы конфет всегда берем много. Всегда приходим. Ну, как? Не то, чтобы там вот приходим. Если уж берем, так берем. Тех 200 грамм, других 100 грамм. Еще каких-то там 200. В общем, набираем мы где-то килограмма два. Коля у меня очень любит чай с конфетами. Хотя, говорит, я не сладкоежка. Вот, кстати, смотрите. Это что у нас тут такое? Я ни разу не видела. О, мармелад Махеев, друзья мои. Посмотрите, появился мармелад Махеев. Махеев неплохая фирма, между прочим. Мне нравится, что майонезы, что кетчупы, джемы. А тут вот уже мармелад появился. Мне сейчас тащить неохота. Вот, 54 рубля, 250 грамм. Ну, 55 рублей. Тут копейки будем округлять. 55 рублей. Это 500 грамм, считаю. Всего 100 рублей. Нормально. Здесь продукция намного лучше, чем в светофоре. Вон, посмотрите. Всякие печеньки. Слойки. Вот эти вот любит у меня Коля штучки. Он не то, чтобы далеко от нас, от нашего дома, но погулять надо. Это я вот ходила сейчас по делам. Тут в Сбербанк. На машине надо сюда с Илюшей приехать, закупить. Потому что к чаю всегда чего-то хочется. А печь иногда очень не хочется. Вон, посмотрите. Сушечки какие. Челночок. Вот сушка-челночок. Посмотрите. Сушка с сахаром. Приходят, приходят люди сюда, покупают. Вон, печенье типа Орео. Вот видите. Сушки-петелька. Вот такие петелька, посмотрите, да, сушки. Они стоят 45 рублей 200 грамм. Так. А что я вам хотела показать? Ну, это неинтересно эти все дела. Мы не будем их смотреть. Супы. Супы я такие не беру. 17 рублей пачка. Супы в пачках я люблю еще, знаете, с далекого детства. Мне кажется, сейчас таких нет. Я хотела показать вам печенье. Вот 18 рублей пачка. Раньше вообще было дешевое. Вот где вот их, наверное, нету сейчас, этих пачечек дешевых с печеньем. Раньше было навалом. Вот вафель Артек. Сейчас не возят вафель Артек. Очень жаль. Они очень вкусные. Зефир. Халва. Вон, посмотрите. Ну, это только кондитерку и чай я вам показываю. В общем, всего навалом. Конфеты. Вот с этой стороны сейчас покажу вам конфеты. Да, здесь тоже, вот видите, здесь тоже много конфет. Тоже каждый, чтобы не путались, правильно, вообще хорошая задумка, кстати. Конфетку в ценник, чтобы люди уже видели, они искали по названиям. Очень даже интересно придумала, молодцы. Вот видите. Лимончики. Вот такие конфеты. Так. Ну, это только по кондитерке. Я сейчас вам покажу. Опа, а куда убрали холодильники с молочкой? Куда их перенесли? Интересно. Девочки, не снимаю камеру, убираю. Скажите, а где холодильники с молочкой? Вон, как за месом полетите. А, это вот так сделали отдельный вход? Спасибо. Так, пойдемте-ка сходим. Идемте, пойдем. Здесь еще есть свежие овощи, свежие фрукты. Макароны. Здесь очень часто бывают в акции макароны. То есть, в автовый магазин можно не ездить. Приехал, закупил чего надо. И не боишься, что наешься какой-нибудь химозы. Правда говорю. Тут и в мешках продукция есть. Закуска голодный папа. Вот, наш папа голодный не бывает. С закуской уютного чаепития. Видите? Вот, пожалуйста. Здесь огурцы хорошие. Все на Новый год покупаем. Крупы. Пожалуйста, крупы. Сейчас покажу вам цены на крупы. Так. В основном фирма Ларица. Между прочим, на крупы очень даже интересные цены. Даже в магните бывает дороже. А крупы я беру на каше, вы знаете. Вот, пожалуйста. Вот, ясно, солнышко. Погречневая макфа. Да, давно я здесь не была. Посмотрите-ка. Последний раз покупала курицу. Чихакбили. При Асколье брала. А, тут в основном Ларица. Видите? Просто работает фирма. Видимо, вот с этим поставщиком. Рисовая просто, она всегда была дорогая. Еще когда я работала, сколько лет назад. Ну, я считаю, что 59 рублей 500 грамм нормально. Тем более пакетиком варить. Очень даже неплохо. Кто быстро завтракает, раз и все. Да, сделали отдельный, значит, вход в холодильные установки. Ага, тут было подсобное помещение. Тут было большое подсобное помещение. А сейчас... Ой, как здесь холодно. Ну, друзья мои, смотрите. Вот мне надо взять сметану, это точно. Йогурты. Сметана, творог. Кустьянский. Вот, девочки. Кустьянского района. Смотрите, ценнички на вашу продукцию. Как здесь прохладненько. Небольшой, друзья мои, обзорчик. Небольшой сделаю, чтобы долго не ходить. Дома меня ждут. Немножко пройдусь. Но эту колбасу мы не берем. Папа может. Селедку мы здесь берем. И штучная есть селедка, и в банках есть селедка. Очень хорошая. А, вот, я вот эту вот все время беру. Смотрите. Селедочка. Вот эта селедка. Так, и она у нас... Сейчас я вам покажу. Ничего не видно. Архангельск-то понятно. Ну, вот, кто кого заинтересует, может быть. Вот эту мы берем. Это очень хорошая селедочка. Вот эта вот рыбка вкусная. Тоже часто с Колей берем с картошкой. Рыбу любим. Ценничек, посмотрите. Нет, друзья мои, можно, можно жить. Кто люди работают, то действительно, я все понимаю. На продукты уходит очень много денег. Но жить можно. Не шиковать. Я не скажу, что вот я прям призываю вас, да, живите и ужимайте себя во всем. Нет, можно себе позволить. Можно и шикануть когда-то, позволить себе. Я понимаю, пенсионерам тяжело, да, когда оба на пенсии. Большая квартплата. Вот что. Большая квартплата. Ну, на масло, да. На масло ценник поднят. Еще бы, вот, 72%. 72% это вообще не масло. Это спред. Я так считаю. Ценники большие на масло. Что тут говорить. Но, опять же, посмотришь, да, сколько труда вкладывается, чтобы, сколько труда вкладывается, чтобы надоить, накормить скотину, поухаживать за ней. Ну, что, вот овощи. Вот здесь овощи. Я все вот так. Вот свекла. Так, чеснок в сетке. Морковь свежая. Таня, а там пиво есть еще? Капуста. Ребята работают, пожалуйста. Ну, такая выкладка огурцы, конечно, смешные. Северодвинск. Видите, в Северодвинске огурцы выращивают. Ну, уж это совсем смешно. Что это? Вот на витрину такое выкладывать. Ну, тут уж. Нет, такая выкладка товара раньше не приветствовалась. Вернее, такой товар не приветствовался. А сейчас, пожалуйста. Ну, что это можно разве купить? Такой огурец. Так, ну что, друзья, я еще вам не показала. Быстрый-быстрый обзор. Яйцо. Сейчас я вам покажу яйцо. Вторая категория. Почему-то часто продается вторая категория здесь. То есть, десяток будет 37,90. Ну, в общем, 38 рублей десяток второй категории. Видите, тут поштучно. Можно хоть сколько купить. Хоть одно яйцо пошел и купил. Торты. Вот приосколье. Приосколье. Ну, здесь есть приосколье и охлажденка. Вот и охлажденка, и заморозка. Печень куриная. Вон, видите, цинички. Набор для шашлыка. Голень. Вот я либо приосколье беру, либо иду в апреле и покупаю курицу с Белоруссии. Ну, вот такие цинички. Так, пойдемте еще посмотрим охлажденную продукцию. Что-то нет, есть охлажденка. Цыпленок в акции. Охлажденный. Набор для чахахбили. Вот я вам сейчас цинички покажу. Так. Ну, все. Наверное, на сегодня все. И бытовую химию показывать не буду. Соки еще. Вот соки. Давно мы не покупаем соки. Сейчас даже не знаю, какой сок покупать. Какому соку доверять, друзья. Ну, тут все. И одежда. Как склад. Тут все есть. Одежда, посуда. Не будем сейчас. Вот бытовая химия там всякая. Вон, видите, чего только нет. И шляпы, и трусы, и носки, и все-все-все. Конструкторы, детские игры. Тетради. Сейчас школа, вон, гуашь. Тетради. Ну, на этом я сейчас не буду останавливаться. Все. Друзья мои, все, мы идем домой. Да, вот еще, смотрите, что здесь есть. Очень-очень удобная и хорошая штука. Посмотрите. Анализы сдавать. Вон, пожалуйста. Коля у меня хохотал, когда я взяла. Анализы сдаем. Там же берешь, значит, для мочи берешь. И для еще там другого продукта жизнедеятельности. И там ложечка. Он как открыл, а там внутри ложка. Сколько у него хохоту было. Говорит, посмотри, говорит, Ирина Борисовна. Говорит, можно черпать ложкой. Ну, Коля же у меня скажет, так скажет. Ну, все, друзья мои, уходим. Уходим. Хлеб. Я не взяла хлеб. Так, и хлеб-то у нас. Хлебушка-то я не взяла. Посмотрите, тесто готовое. Вот, пожалуйста, лень печь. Вернее, тесто заводить. Ну, не лень, некогда. Не будем говорить лень. Людям некогда возиться с тестом. Вот, пожалуйста. И довольно-таки пользуются спросом. Неплохое тесто. Хлебушек наш, архангельский. Вот. Цены на хлеб я вам показывала или нет? Вот видите, нарезной батон. Он нарезан дольками. Видите, он долечками нарезан. Пожалуйста, 30... Не вижу я. 32 рубля. Черный хлеб также долечками нарезан. Ну, 34 рубля. Хлеб домашний. Вот, скидка здесь 50%. Значит, выходят сроки. Наверное, сегодня срок последний. Булочки. 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 Булочки.